МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Так все не просто здесь, как в Олбянке. Нет, подождите, но у нас же оперблок. Ну да. У нас как, мы с таким трудом добиваемся. Вы себе не представляете, сколько я с ними ругаюсь. По поводу? Ну, по поводу того, что приходит человек, мы же должны обязательно бахилы поменять еще раз. Я бахил. Я знаю. Нет, абсолютно. А почему, кстати, зеленого цвета? Не знаю. Я люблю зеленый цвет. Ну, это же не вы придумали. Нет, не я придумал. Я первый раз увидел в Америке, ну, и как это? Ну, у нас, скажем, некоторые любят голубой цветы делать. Не потому, что я думаю... Ну, я понимаю, да. Просто любят голубой цвет. А у нас традиционно как-то было там. Раньше ведь мы оперировали в белом. Я застал в время, когда были белые. А потом, когда у нас началось сотрудничество с американцами, мы стали туда ездить, а мы сюда ездим. Вот. Они стали удивляться, что он в белых халатах, в белых костюмах, потому что кровь попадает, тоже все видно, что все. Поэтому зеленый. Зеленый, кроме того, он же природный цвет, его не раздражает зрение. А для нас это крыльянчик как хромакея. То есть это нам тоже родное. У нас что-то общего? Нет, общего много. Хорошо, а в общем сейчас поговорим к вашему кабинету. Хорошо. Я ведь подумал, что многие зрители решат, что это была постановочная сцена, что вы нереально с операцией вышли сразу. Вообще, как вы относитесь к постановкам и к многочисленным... Мы про Америку говорили с сериалом про врачей, про клиники. В Америке очень много таких. У нас только интерны. Малопрофессионально. С точки зрения вашей? С точки зрения... Я имею в виду малопрофессионально, с медицинской точки зрения, конечно. Потому что я давно знаю эту проблему изнутри. И актер, он есть актер. Ну как ни крути, ни мерьти, понимаете, он все равно актер. Но как говорят, что каждый грузин он актер. Нет, подождите. Грузин он по-другому. Он за столом актер. Ну в основном за столом, конечно, за столе. А в операционной, мне кажется, мы все одинаковые. И американцы, и россияне, и кто там не был бы. Потому что я думаю, что это какая-то определенная группа людей, которые приходят... Все-таки это тяжелая же специальность, согласитесь с этим. Она и физически тяжелая. Я вчера отстоял ровно 8,5 часов в 5 операционных. И должен сказать, что вышел, конечно, чувствуется там, скажем, усталость сильная. Но при этом вот это вот ощущение, как с этим, и как с этим больным, и как с тем больным, оно, я думаю, такое же, как у моего там американского коллеги Джимми Какса там или еще у кого-то. Потому что когда мы встречаемся, говорим, то мы говорим об одних и тех же вещах. В одном из этих сериалов, просто действительно не помню в каком, там есть эпизод, когда Паша коллега теряет на столе пациента. Он, естественно, расстроен. И ему старший товарищ говорит, что теперь ты стал настоящим врачом. Только потеряв человека, увидев, как уходит человека, такое случается со всеми. Ты вот обретаешь статус, вот такая инициация, статус настоящего врача. Что вы думаете насчет этого? Да нет, ну, это, знаете, это чушь абсолютная. Чушь, да? Конечно. Вам приходилось ведь терять? Конечно. Вы помните первого потери? Вы знаете, я, к счастью, на столе, у меня на столе, осталось только вот то, что я помню, один больной. Это было еще, когда мы работали на Ленинском проспекте. Это была очень какая-то такая необычная очень ситуация. Я очень хорошо помню этого несчастного парня молодого. Ему было 26 лет. Вот. 17 часов я проторчал в операционной. Значит, синдром лютым баши называется. Там стеноз метрального клапана и дефект межпредсервной перегородки. Ну, и сложная операция, по большому счету. По схеме сделанная операция, сердце плохо восстанавливается. Значит, поскольку я уверен в том, что я сделал, я зову еще, там, скажем, своего коллегу, очень опытного человека, который много серьезных операций делает. Открываем вместе, все сделано нормально, все повторяем, все то же самое опять. Вот. И, короче говоря, вот 17 часов я пробыл в операционной. И самое ужасное было то, что, когда я вышел, то вот у стены, в коридоре, на первом этаже, стояла молодая женщина, поза которой напоминала глубокую старуху. Оказалось, его жена, ну, тоже такой же возраст, совсем молодая женщина, причем я ее помню, очень красивая и так далее. Вот. Она все эти 17 часов где-то там тоже стояла и ожидала там этого результата. Вот это я помню. Вы знаете, я вот вас перебил. Вот про смертность. У меня отец под ножом умер, ну, то есть, вот просто не пришел в себя после наркоза. И мне врач сказал, что есть определенный процент, всегда, везде определенный процент, совершенно необъяснимых вот этих летальных исходов. Нету такого? Такого нету. Все объяснимо. Меняется у нас ситуация с образованием? Меняется, меняется. Очень меняется. Причем она меняется, вот я могу об этом сказать, как, скажем, грантооператор президентских грантов по Лиге здоровья нации. Я сейчас серьезно говорю, мы просто видим по заявкам, которые поступают, что это принципиально высокий сегодня уровень понимания запросов здравоохранения. Вот как бы я сказал. Поэтому, конечно, это меняется. А то, что пишут и говорят мои коллеги, а иногда и ваши коллеги, кстати, тоже, что в целом у нас и образование, и медицина вообще в постсоветский период очень сильно просели. Ну, мне смешно, вы знаете. Мне смешно. Мы делали в 1996 году... В 1996 году. То есть, 20 лет назад. Да, да. Мы делали 6000 операций с искусственным кровообращением. 6000. Когда говорите мы, вы имеете в виду Бакунинский. Россия? Нет, Россия. Зачем? Нет, нет. Россия. Мы как главный специалисты говорят. А в прошлом году... 6000. А в прошлом году Бакулевский центр сделал один за год 5355. Понимаете, о чем речь идет? Мы сегодня в стране делаем 52-53 тысячи операций на остановленном сердце. Это топ, вообще, хай-тек всей клинической медицины. Потому что человек живет сам по себе, и тем не менее он абсолютно хорошо живет, потому что у него хорошее кровообращение через аппарат, за его легкие дышит искусственное легкое. Так, нам надо делать порядка 143 тысяч по тысяче на миллион. Мы сделали вот такое вот движение. Поэтому не слушайте никого. Это я вам говорю... Нет, я слушаю вас. Как говорят в Одессе, понимаете? Да, разоблачение мифов такое у нас идет. Вот это абсолютно, вы знаете, вот это абсолютно. Конечно, хотелось бы, скажем там, два года назад, я говорил, что мы к 2020 году достигнем рубежа одной очень привлекательной в этом смысле страны. Но, скорее всего, сейчас не получится, потому что немножко там, вы знаете, и квоты уменьшены и так далее. Вот, но у нас, конечно, невозможно... Мы сегодня оперируем, мы сегодня оперируем, вот, сегодня я оперирую трехдневного ребенка. Нам в те времена... Это сейчас вот последняя операция после... Первая была сегодняшняя. А, сегодняшняя первая. Первая, да, первая сегодняшняя. А вчера я прооперировал трех детей из пяти, так, один был четырехдневный, другой был семидневный, третий был двухмесячный. Нам это не снилось в те времена, о которых мы сейчас с вами говорим. Поэтому прогресс... Хорошо, тогда еще про мифы. Существует такой миф или не миф, сейчас вы скажете, что хирург никогда под нож не возьмет родственника или близкого товарища, там, с которым он общается. Это соответствует? Вы знаете как, это по-разному. Я вам приведу пример выдающегося хирурга современности, он недавно ушел из жизни, моего любимого хирурга Михаила Зиральевич Перельман был. Он всемирно известный специалист, пульмонолог. Я эту историю знаю у них из семьи, потому что я был лаборантом у его супруги, которая работала на кафедре, где я потом стал аспирантом. Это Татьяна Борисовна Богуславская. Она рассказала, значит, у одного из сыновей, у них два сына, аппендицит. Его быстро повезли к нему, к отцу, в больницу, он взял его, сам прооперировал. А потом звонит, говорит, Таня, вези второго. Она говорит, зачем? Вези, в общем, короче, она привозит второго, и, значит, у него в дороге начинается боль, болевой синдром. У мальчишки он его берет и второго оперирует. Я в жизни из близких людей, из близких, оперировал только своего одноклассника. Тут недавно был случай в этом институте, ну, очень близкий мне человек, надо было его оперировать. И я этих операций, наверное, сделал тысячу. И тут ко мне стали подходить люди и отговаривать. Наши сотрудники реально доброжелатели. Говорят, понимаешь, ты же не один. Там анестезиолог, перфузиолог, это, это. Это всю жизнь, не дай бог, что-то случится, всю жизнь будешь нести этот крест. Я позвонил одному своему зарубежному коллеге, он поехал туда, я на один день туда прилетел, постоял на операции, убедился, все хорошо, все, он сейчас работает. Поэтому я не хотел бы оперировать близкого человека, не потому что... Лучше меня это сердце никто не обласкает близкого человека, понимаете? Но, с другой стороны, ты реально не один. У нас же это аппарат искусственного кровообращения, у нас анестезия, понимаете? А приходилось вам отказывать кому-нибудь? Отказывать? Ну, да, вот, что вы не стали оперировать. Нет, такого не было. Нет, такого не было. Вы понимаете, какой это... Сегодня вот в клинической медицине, конкретно в клинической хирургии, есть радикальное лечение, есть палеотивное лечение и есть in between, так? Вот, поэтому гибридная хирургия появилась, малоинвазивная хирургия появилась, ну, интервенционное пособие появилось, масса всего. Поэтому сегодня практически, я говорю это, как мне кажется, авторитетно, сегодня нет отказа в лечении больного. Нет, я имел в виду конкретно не Бакулевский центр, конкретно вот Покерию. Да, вот, нет, 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 я бы здесь прямо... У нас с вами разговор сегодня. Вы сегодня важный персонаж. Поэтому вот вам приходилось, не центру вам, а вам лично говорить, что пусть лучше кто-нибудь там другой сделает. А, нет, такого не было. Нет, ну, такого не было. Ну, другое дело, что есть, скажем, операции, там я сделал, ну, условно говоря, 500, а кто-то сделал там 2000. И я могу посоветовать, но это же не отказ. Потому что я, в принципе, нормальную эту операцию сделаю. Я очень горжусь тем, что я делаю все операции, которые существуют. Поэтому... Еще такой вопрос относительно уже центра. Вы человек, который всегда на всех производите очень позитивные впечатления. То есть, ну, вы доброжелательные. Во всяком случае, производите впечатление доброжелательные, не знаю. Вы при этом руководите огромным хозяйством. Ну, то есть, это целый городок. Я пока вот искал ваш этот вот Бакульский пластмогон. Трудно было найти, да? Нет, найти было легко, но это огромное хозяйство. Я прекрасно понимаю, что человек, который, помимо того, что он врач, он еще и менеджер, раз он руководит этим. Значит, вы вынуждены людей увольнять, наказывать. Как это сочетается с общим таким каким-то позитивным настроем и имиджем, скажем так, вот такое слово? Вы знаете, я вообще вот долго думал, там, скажем, о каких-то вопросах, которые касаются меня лично, там, и много лет назад понял, что самое главное в жизни – это созидание. В хорошем смысле… Вы уходите от вопроса. Ну, нет, продолжайте, продолжайте, но мне кажется, что вы уходите от вопроса. Потому что я вот вас… Не-не, я обязательно отвечу. Так, ага, хорошо. Это одна сторона вопроса. Я считаю, что человек, который делает, его надо всячески оберегать. Мое отношение к вопросу, который вы задали. Другая сторона вопроса. Я прекрасно понимаю, что вот если я, скажем, увольняю человека, он приходит домой, у него, может быть, не быть денег на кусок хлеба. И я это все время помню. Потому что я сам вырос в тяжелейших условиях, так, в жизни. И всю жизнь фактически нуждался. Вот. Поэтому для меня это такое табу, знаете, вот там уволить человека, это, так скажем, это самое. Я много ругаюсь, я там что-то учу чему-то там и так далее. Это правда. Потому что, ну, вы понимаете, мы имеем дело с живыми людьми. Я уволил двух людей всего в начале, вот когда, ну, первые годы. Причем одна была дочкой моего хорошего знакомого. Значит, там был, там был побор. Вот. И для меня это, конечно, вопрос, который не обсуждается вообще. То есть оба эти врача, причем один, он фактически, я был убежден, что он не виноват. Но чтобы это, так там завели какое-то дело и так далее, то есть чтобы это там доказать и выяснять, это, понимаете, это все в коллективе, должно было крутиться и так далее. Вот. Ну, я его позвал, сказал, извините, говорю, пожалуйста, вот. Вот. Вот все. Мы разговоры начали с Америки. Я вот о чем подумал, что в Америке принципиально другой подход в общении с пациентами. Там, в отличие от наших врачей, они все время объясняют, что я делаю. Ну, вот когда ты приходишь там к любому врачу, он считает своим долгом, их, видимо, так учат, вот, объяснять каждый шаг, что он делает. У нас такой практики нет. А вот какой вопрос. Вам же приходилось очень много давать интервью зарубежным коллегам. Есть разница в общении, в манере и в подборе вопросов между иностранными журналистами и нашими? — У меня было одно интервью, которое я запомнил всю жизнь. Нет, ну, если у меня были, конечно, интервью, но одно было, это когда скоропостижно скончался, находясь в заточении, президент одной из дружественных нам стран. Ну, вы знаете эту историю. — Нет, не знаю. — Но Милошевич. Вот, и тогда я по поручению, мы долго, значит, он лежал в тюрьме, то есть был в тюрьме, один во всей тюрьме, и там, значит, короче говоря, он умер от стеноза одной артерии. Мы об этом знали, потому что, в общем, выезжали не в наши специалисты и так далее. И странно, что в Голландии не могли его обследовать, и мы предложили его, чтобы обследовать здесь. Была такая Карла Дель Понта, которая сказала, если Бакерия надо его забрать в Россию, пусть он приезжает и объяснит, почему. Ну, в общем, такой разговор, и вдруг он умирает внезапно. И на вскрытии, значит, я полетел, еще несколько специалистов со мной полетело, на вскрытии мы увидели, что у него была одна-единственная бляшка в передней межжелудочковой артерии. Он крепкий мужик был, да? Вот. И я такого количества журналистов никогда не видел, потому что это патологоанатомическое отделение, оно находится отдельно, огорожено забором обычным. И вот вдоль этого забора, метров, наверное, 500, стояли журналисты, фоторепортеры и так далее. И была такая пресс-конференция. И они меня спросили. Они знали, что мы приезжаем там. И они меня спросили. И я сказал, shame on all of us. Позор всем нам. Стыдите все все, да. Нет, позор всем нам, что в моей любимой стране Голландии человек умирает от single vessel disease. Это есть такая формулировка болезнь одного сосуда. То есть это надо схватиться за голову и бежать, если у тебя человек умер от этого заболевания. И вот это вот обошло все газеты. Все, потому что мне присылали в Вырецкий, ну, я не знаю, из десятка стран, понимаете? Они, в принципе, конечно, более агрессивные в вопросах, когда они задают. Но я должен сказать, что мне кажется, пусть это не в обиду будет, они лучше подготовлены, когда они встречаются с вами. Потому что бывают такие вещи, вот приходит, скажем, наш журналист, задает тебе вроде правильные вопросы, да. Потому что они написаны, а потом он пишет, и, понимаете, ну, последние волосы вылезают, потому что, понимаете, видно, что человек совершенно... Вот, поэтому я предпочитаю всегда прямую речь. Во второй части беседы мы меньше про профессию говорим, больше про семью. Вот вы в конце первой части блеснули английскими. Я вспомнил, как вы когда-то мельком упомянули, что вы на втором, по-моему, курсе решили изучать английский, пошли на курсы. Хотя студентов неохотно брали. Вообще не хотели бы. Да, потому что они не очень ходили. А решили вы пойти, потому что у вас был какой-то душевный, какой-то разлад. Такой вот, я так между строчек понял, что что-то вот с девушкой, да, с какой-нибудь, нет? Или что было? Неправильно я прочитал. Ну, вы близки к вопросу, к ответу, вот. Но я, конечно, все равно рассказывать не могу. Не бойся, да? Нет. Хорошо, ну, расскажите хотя бы тогда, ну, не знаю, про свою первую любовь. Не, ну, в школе там были девчонки, разумеется, там одна была, там, певица очень такая школьного масштаба, там, соседки были красивые девчонки, вот. Мама хотела, у мамы моей там была конкретная девчонка, которая она хотела... Сосватать. Сосватать, да. Вот. Ну, у нас же, вы знаете, у нас очень строго в Грузии, естественно. В Грузии, да. Да. Вот. Поэтому это все было на уровне такой вот этой самой, да, симпатии. Вот. А здесь я вот на первом курсе так получилось, эту историю все знают, что девочка, которая вдруг единственная, получает на анатомии пятерку. И мне стало интересно, кто ж такая. Вот. Постарел на эту девчонку, такая тихая, смирная. Вот. А мама мне все время говорила, что я понимаю, что ты там можешь жениться, вот, но чтобы вот девочка, самое главное, чтобы это была приличная семья, там, в общем. Ну, вот это было ее пожелание, поскольку у нас мама была человеком, который нас всех воспитал. Ну, в три года, да, вам было, когда папа не стала, да. Нет, было три года, вот. То, конечно, мы на нее все молились, и вот. И получилось так, что она абсолютно подошла под эти критерии. Вот. Ну, а в принципе, я хочу сказать, что, в общем, так, по большому счету, больше никого не было. Понятно. Я так понимаю, что старшая сестра вас, ну, не заставила, но очень поощрила в выборе профессии. Нет, она просто настаивала. А, все-таки настаивала, да? Она меня в школу повела, понимаете? У нас там шесть лет разницы, она, а мама работала в этот день с утра. Она меня взяла за руку и повела. Причем я даже помню такие вещи, ну, что там шесть лет разницы, это поти, это там, как дожди, так затоплялась улица. И она меня на плечи сажала, бедненькая, представляете, и тащила целую улицу. Ну, улица там метров 300-400 надо было это самое дойти. Поэтому она, так скажем, отличница была девочка такая, все вот. Поэтому Марина. Это правда. А вот вы называете своих дочерей неоднократно и в интервью, и в быту идолами. И при этом одну из своих двух любимых дочерей, идол, заставили выбрать профессию, которую она не хотела. Она хотела заниматься языками, а вы заставили пойти в медицину. Дипломатом. Дипломатом, да. Она хотела быть дипломатом в своего дедушку, но не то, чтобы она очень хотела. Ну, как? Говори, что хотела. А не, не, с ней проводилась работа, так скажем. С ней работали, значит, бабушка с дедушкой, вот, ля-ля-ля. А он был до того, уже в это время он не был, ректор МГИМО, ну, в общем, вот так вот. А когда мне это, так скажем, стало понятно, я ее тогда вызвал и объяснил, я у нее спросил, кого ты знаешь, что в мире? Вот я про это и говорю. Она назвала там Семена Павловича Козырева, который был тоже замминистра Угромыков в то же время, когда ее дедушка, вот. Еще там какого-то соседа по даче. Я говорю, а в медицине, а в это? Ну, тут она целый список, значит, моих друзей, моих близких. Вот, я говорю, ты поняла, дочь? Она поняла. Но сейчас она, вот, если ее спросить, она счастлива, невероятно, потому что она нашла свою специальность, потрясающая специальность, она кардиолог, не анатолог. У нее докторская диссертация была, я по сей день удивляюсь, как это можно было сделать такую работу, у нее докторская диссертация была по аритмиям у плода. Да, и когда я узнал, что они еще их и лечат, я серьезно говорю, хотя я оперирую вот таких вот, я был просто поражен, стал интересоваться и так далее, поэтому. Ну, а идолы-то они, потому что все-таки они у нас поздние дети, вот, во-первых. Во-вторых, они состоялись, знаете, как люди, во-первых, они состоялись как женщины. У одной трое детей, у другой четверо. Вот, и как специалисты, оба профессора, ну, мне очень приятно. Ну, все-таки, наверное, им бы сложнее было делать карьеру в медицине, если бы у них отец не был великим Бакерией. Вы знаете, я не знаю, насколько им было бы сложнее, я знаю, что им сейчас реально сложнее. Из-за того, что они Бакерией, они сохранили фамилии. В чем это выражается? Вот их же дедушка, как-то я помню, меня, я же с четвертого раза в член коры прошел, еще при его жизни это было. Вот, и как-то, ну, я, конечно, раздражался каждый раз, нервничал, психовал, там, говорил, больше не буду подавать документы. А он мне говорил, ты пойми, люди как бутылки. Пока там, что называется, ты внизу, там места полно. А когда тебе надо вылезти через горлышко, вот там уже проблема. И вот у них теперь, они уже известные, состоявшиеся специалисты. И им, я так предполагаю, что по разным причинам, знаете, люди будут говорить и думать то, чего в жизни нет. Они и пишут сами, и я считаю, что прекрасные, ну, прекрасно образованные люди. Вот, я просто хотел бы пожелать, чтобы к ним объективно относились. Вот и все. И думаю, что это, кстати говоря, судьба многих детей, у которых, там, скажем, папа-профессор, предположим. Вот вы по сложной ассоциации, вы уплянули слово «бутылка». И я вспомнил, что все мои друзья студенческой поры, которые из вашего первого меда, у меня так совпало, что четыре моих одноклассника в первом меде были, один стоматолог. Все очень-очень были по этому вопросу. В смысле бутылки и в смысле никотина. То есть, курили и пили все. Что меня всегда поражало. Они же медики, то есть, они видят вот эти легкие, видят эти сосуды. То есть, знают, как никто. В чем вообще? Ну, они не все же видят эти легкие. Ну, наверное, все-таки все. Как бы, но как вас же учат достаточно долго, показывают, наверное, вот это все. Ну, да, так что… Ну, вопрос, вот почему вы медики, нам всем говорите, что пить, курить, нюхать, колоться нельзя, а сами, в общем, в себе в удовольствиях, по молодости, во всяком случае, не отказываете в целом. Ну, вы знаете, что 1 сентября 2012 года я бросил пить, нет, пить. А курить? Курить я бросил в 80-м году. Да, так давно, да. Бросили пить, так. Да. Вот. Дело в том, что человечество придумало это зелье, правильно же? И оно так реально человеку помогает быстро взбодриться. Ну, у меня долгая история, я не буду долго рассказывать на эту тему, ну, просто я хотел бросить курить, хотел бросить курить и не мог, потому что я реально курил нормально. И так получилось, что я… Мы были в Гагре на отдыхе, и я отравился рыбой. И, в общем, прощался с… Отравление рыбой, оно страшное реально. Ну, вот. И тогда я понял, что если я вот сейчас не брошу курить, потому что ничего не хотелось, вот тогда я бросил. Вот. Поэтому, ну, в один день, в один день. Потом 10 лет мне снилось, что я еще курю, и я просыпался, понимаете. Не 10 лет, но несколько лет мне точно снилось, что закуриваю, и думаю, как же так, как же ты не выдержал. Когда вы рассказывали кому-то из моих коллег про это, вы говорили, что я был там шампанистом. Да, это правда. А что такое шампанист? Человек, который пьет только шампанское? Да, да, да. Вы знаете, грузины странные люди. Так. Я посередине говорю, был такой период, когда мы пили только шампанское. Ну, те, кто могли, конечно. Шампанское было дешево. Ну, советское шампанское. Я, когда такой период наступил, когда я уже, меня стали узнавать, потому что я же очень рано стал лауреатом Ленинской премии. 36. 36, да. Вот. И приезжал я, скажем, в Ачимчире, допустим, 17 тысяч населения. И, как мне друзья говорили, для этого случая завозили вагон шампанского. Вагон? Да, потому что пили не только там, где я был, но пили везде. Отмечали в реестр. Вот. А у меня про этот шампанское есть очень интересный, смешной случай. Я могу рассказать, если уместится, уместится. Да. Значит, приезжаю я в командировку в Филадельфию. К одному из величайших специалистов по лечению айтмологии. Джозефсон такой, Марк Джозефсон. Он потом был, да. И вот он проявляет, значит, максимум этого самого великодушия, радушия. И приглашает меня во французский ресторан в Америке. Вот. Берет какой-то ящик с собой. Оказывается, в этом ящике лучшие французские вины и даже бутылка шампанского. И мы, значит, садимся за стол. То есть он со своим пришел? Он со своим пришел, потому что у него шеф-повар. Шеф-повар его. Ну, мы еще молодые, там, лет по 35, по 37. Вот. Шеф-повар, его друг, сказал, приноси. Ну, в общем, короче говоря, он, значит, начинает разливать шампанское. А я в это время, вот, реально действующий шампанист, я смотрю, там какая-то зелень лежит. Я беру эту зелень и начинаю мешать. Он вскакивает, вырывает у меня. Говорит, ты что делаешь? Это специально сделано. А я говорю, I know, I know. Говорю, продолжает самое. Ну, в общем, короче говоря, испортил ему вечер. Вот. И так получилось, что через год он приехал сюда, в Москву. Я его повел на третий этаж гостиницы «Москва». Там был ресторан. Вот. И пригласил еще несколько человек, не сговариваясь. И выставили только шампанское. Советское шампанское. Оно стоило 5 рублей. Вот. И все наши, значит, только разлили. И все наши начали это сделать. Гасить пузырьки, да. И он говорит, ты что, это подстроил? А я забыл же об этом. Я говорю, что? Ну, вот это. Я говорю, ты что, сдурился? Он говорит, тогда я все понял. Говорит, мне надо сюда переезжать жить. Вот не понимают следующего. Потому что, когда вы выпускаете газ, это идеальное вино. Конечно. Оно идеально очищено от всего. Конечно. Так что, грузины не дураки были, когда пили такой шампанское. Не на ровном месте, конечно, это все взялось. Не понимаю следующее. Вот вы не курите, понимаю. Не пьете, тоже понимаю. Но, насколько я знаю, вы и кофе, и чай из-за тремора тоже не употребляете. Как вот вообще вот взбодриться с какой-то тонизирующий продукт потребить, чтобы с сосудами как-то вот поработать? А я сейчас есть. Какая технология? Есть. Какой? Есть 99% шоколад. А, вот так вот заменяют чашечку кофе? Да больше. Больше. Я серьезно. Насколько надо слопать плитку? Вы знаете, там 50 грамм всего. Ну, это полплитки 50 грамм. Нет, нет, вся плитка 50 грамм. А, полплитки. Он очень тоненький, 99%. Вот. Я его в течение дня съедаю. И тремор не возникает никакой? Нет. А вставляет, да? Да. Наоборот, считается, что он как раз... То есть от Бакерии такой рецепт мы сейчас зрителям подарили уникальный. Я просто рассказывался уже на эту тему, потому что есть большие, очень рандомизированные исследования. Я же тоже не решился бы на это. Рандомизирование – это случайно? Нет, нет, нет. Это большая выборка. Это большая, очень ручка, гигантская выборка. Когда это самое... Вот. И, в общем, кстати говоря, просто вам простой пример приведу. Здесь была одна такая пациентка, 96 лет, которой надо было поставить стимулятор. На ночь, практически не ходила женщина. И я когда зашел в палату, посмотрел, там очень интеллигентные дети, они очень пекутся, но уже тоже в возрасте люди. Я сказал, что давайте мы сейчас начнем с шоколада. С учетом вот этого всего мы там начали, по-моему, я предложил 72 или какой-то такой шоколад, где еще есть вкус. Так чем закончилось после этого, значит, после этого мои врачи поехали к ней, ну, они попросили приехать, посмотреть, чтобы бабушку не это самое, и рассказывать, что там, говорит, в общем. Она, говорит, ходит, она сама стала чай, именно лила каждому, так, вот. И, говорит, на столе, говорит, лежит этот горький шоколад, значит. И она сказала, что она его употребляет. А вот в семье вы следите, что употребляют ваши зятья, ваши внуки или нет? Или там... Не, мы живем порознь, к сожалению. Не, я понимаю, я знаю, что вы живете порознь, но вы как-то вот это держите в голове? Это да, а так, ну, как, я своей жене говорю все время, Ольге Александровне, так, той студентке, которая пятерку по анатомии получила, я ей говорю, там, я помню, значит, мы крестили Антошу, вот, который здесь, это самое, вот. И он начал реветь, а мать его держит. И вдруг она кидается, значит, к ребенку, жена моя, бабушка, чтобы, значит, его успокоить. Я говорю, стой, говорю, это же не твой ребенок, ты что не понимаешь, что ли? И я ей все время говорю, что это наши внуки, но это не наши дети. И никакого, никакого влияния, там, я несколько раз там поговорил в отношении того, что вот меня интересовало, скажем, вот, у меня одна из внучек, она блестяще говорит, блестяще пишет, я поинтересовался, не пишет ли она что-нибудь. Ну, в смысле, такое. Я понимаю, да. Творческая. Она сказала, нет, но если она начнет, то она мне скажет. То есть давить на внуков в смысле выборы профессии, чтобы они шли в медицину, такого не планируется. Нет, ну вот Антон же, он же до 13 лет говорил, что он будет кардиохирургом. А потом он в 13 лет, там, или 13,5, показывает, у него спрашивают, кем ты будешь, конечно, будешь хирургом. Он сказал, нет, так как он работает, я не хочу. И ушел в экономику, вот и вся история. И думаю, что он сегодня жалеет. Я так думаю. А вот когда отца в три года нет, мальчику все время нужен, ну, вот какая-то защита. Да. Кто выполнял такую роль? Был ли какой-то, не знаю, товарищ? Ну, вы знаете, когда тебе там до пяти, до шести лет, я не помню, чтобы кто-то обижал. У меня был очень близкий друг, сосед. Вы же дрались много. Это вот когда я в школу пошел. Это когда я в школу пошел. Это да. Я не мог пройти по улице, потому что там была определенная семья, все из мальчишек. Ну, и там старшие, значит, это самое, поскольку я был незащищенный, то вот это да. Ну, дрался я хорошо, я должен сказать, потому что я вообще такой же подвижный был мальчишкой. Я в футбол играл, в баскетбол, в волейбол, там, рост не имел, никого не знаю. Я плавал очень хорошо, мы даже в водное поло играли, потому что были кумиры, понимаете. Был Петр Швенирадзе, такой капитан сборной Советского Союза по водному полу. Был Таркоркия, капитан сборной Советского Союза по баскетболу. Мы во все играли. И поэтому, там, скажем, когда я уже подрос, то для меня это тоже стало интересным. Там, понимаете, отлупить, а потом убежать. Но они иногда следующего брата подсылали. Тогда вмешивались другие соседи. — Так все-таки, на кого вы равнялись? Кто был такой ролевой моделью мужской? Или такого не было вообще? — Был. У меня был сосед, Заур Тедя такой. К сожалению, его сейчас уже нет. Он ушел из жизни. Он играл за вторую сборную Грузии по баскетболу. Из поти выбиться было очень сложно на такой уровень. Очень порядочная семья, невероятно порядочная. Отец, участник Великой Отечественной войны с медалями. Мы многие на него уравнялись, потому что он блестяще во все играл. В то время, потому что я сам по себе был отличным, глядя на своих сестер. А вот это вот, он был таким кумиром, конечно, до определенного возраста. — А в профессии у вас кумиры были, Паши? — Профессии у меня, конечно, ну, выбирал я профессию по сестре. А потом, совершенно случайно, я думаю, что, ну, кто мог об этом подумать? Я приехал, когда поступать. Я же первый раз в Одессе поступал, а не поступил. Когда я приехал в Москву, то поселился в общежитии. Нет, там у знакомых моей тети. В общежитии после поступления. Вот. И я зашел в магазин какой-то, я очень книги любил. И попалась мне книжка Александра Николаевича Бакулева для обывателей. Вот. «Операция на сердце» она называлась. Я ее купил. И на следующий день, и прочитал, конечно, быстро, потому что маленькая брошюра, небольшая. Когда я пришел на обследование, нас же обследовали перед выступлением, врач говорит, вот такой примерный вопрос, вроде того, что кем ты хочешь быть, пятый, пятый. Я сказал, я хочу быть вот картехирургом. Она говорит, а почему? Я говорю, вот я знаю Александра Николаевича Бакулева. Она говорит, а у нас есть свой. А Александр Николаевич Бакулев в кафедре была во втором меде. А это все время было немножко не так. Да, да, да. Немножко не так. Вот. У нас, говорит, есть Петровский. Борис Васильевич был в первом медицинском. Вот. Меня потом посчастливилось с ним даже дружить, Борис Васильевичем Петровским. Ну вот, и, конечно, я вот ориентировался, вот, скажем, на эту личность. Мне было понятно. Он был лауреат Ленинской премии, там, все это. В юношеском возрасте, вы знаете, для людей, которые интересуются, я думаю, это имеет большое значение. Но я тебе не представляю, что Александр Николаевич Бакулев мог представить себе, что вот такая произойдет ротация, что там мальчишка из маленького гора. Хотя он сам тоже из деревни Бакулев. Вы знаете, я думаю, что очень многие из зрителей нашей программы, послушав сегодняшний разговор, посмотрев на вас, услышав то, что вы говорите, тоже выберут профессию кардиохирурга. Спасибо вам. Спасибо.